Доброе утро! На 12-м канале новости. В студии Лена Бабкова и главное сегодня. В память о близких у православных верующих Радоница до мест поминовения запустили больше сотни спецрейсов. Знамена, марш и чеканный шаг. На Соборной площади репетиция парада. Взлетел до НХЭ. Ломский ястреб Илья Михеев подписал контракт с канадским Торонто. И набрались силы храбрости и вышли в свет. Волчата из Большереченского зоопарка знакомятся с посетителями. Сегодня Радоница – это особый день поминовения усопших, который приходится на второй вторник после Пасхи. Следуя традиции, в родительский день многие посещают церкви и едут на кладбище, приводят в порядок могилы близких, поминают умерших и молятся за них. Мы каждый год ходим. Сначала убираемся, естественно, а потом идем на чистое, возлагать цветочки и вспомнить, сказать хорошие слова всем своим близким и родным. Это просто долг у каждого человека, у кого здесь родственники, близкие, родные. Я считаю, что это очень важно. В Омске на линии сегодня вышли 155 дополнительных автобусов. Часть рейсов будет проводиться с площадки на улице Бударина. Транспорт работает по спецмаршрутам на Новокировское, Западное, Северо-Восточное кладбище. Работать автобусы будут до 8 часов вечера. До этого времени проезд для автомобилистов по улице Бударина будет закрыт. Соборную площадь перекроют сегодня для транспорта. Здесь пройдет репетиция одного из самых ярких и зрелищных мероприятий предстоящего Дня Победы – торжественного построения войск Омского гарнизона. Ограничения введут с 19.30 до полуночи. На этот период перекроют улицы Ленина от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь, Банковский переулок, а также улицу Ивана Алексеева и Тарскую. А с 9 вечера нельзя будет проехать по правой стороне Красного пути на участке от улиц Фронзе до улицы Интернациональной, а также улицам Чапаева и Коммунистической. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее продумывать свой маршрут. Изменится и схема движения автобусов номер 94, 73 и 62. А в эти минуты на территории Автобронетанкового инженерного института проходит патриотическая акция в лесу при Фронтовом. После торжественного митинга и марша почетного караула открылись интерактивные площадки. Так, одна из них, наша общая история, расскажет о памятных местах Омской области и о предприятиях, которые помогали ковать победу. На фотозоне военных лет можно будет сделать снимки в стиле 40-50-х годов. Пришедших угостят солдатской кашей, научат историческому танцу. А еще гости увидят реконструкцию боя времен Великой Отечественной. В ней будут участвовать немецкая техника и наш легендарный Т-34. Ну а на стене герой моей семьи. Каждый сможет написать имена своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Между тем, о мечам сегодня предлагают написать диктант победы. Международная акция пройдет в Омске и еще в 53 регионах России. Проверочную напишут и за рубежом в странах бывшего Советского Союза, в Китае, Австрии, Германии, Дании и во Вьетнаме. У нас диктант пройдет на четырех площадках, в Историческом парке, Классическом и Педагогическом университетах, а также в региональном отделении партии «Единая Россия» на Волочаевской, 11. К акции присоединится и Тара. Старт в 16 часов. В преддверии Дня Победы в регионе проходит традиционная акция «Подарок ветерану». От имени губернатора и мэра участников Великой Отечественной войны поздравляют представители окружных администраций, общественники и школьники. До 9 мая они побывают в гостях у каждого ветерана. Как проходят эти встречи, расскажет Анна Черных. На этой фотографии лицо не просто мальчика, а солдата, прошедшего войну. Снимок был сделан летом 45-го. Здесь Ивану Барбашину нет еще и 20-ти, а за его плечами уже три года сражений. Он ушел на фронт в 42-м, когда немецкие войска подходили к Липецку, где жила его семья. Отучился в авиационной школе сержантов и был зачислен во 2-ю воздушную армию. Перед ним стояла задача обеспечивать связью авиацию. И он с честью выполнял ее до конца войны. Прошел Киев, Львов, Краков, Варшаву, Берлин. Но самым тяжелым оказалось первое сражение – битва за Днепр. Впервые на передовой кругом одни немцы повесили фонари, гром били. А во что бы то ни стало, был приказ освободить Киев. Плыли через Днепр, они бомбили. Ничего, все прошло. Армия не отпустила его и после войны. Ивана Барбашина отправили на срочную службу в Европу. Побывал в Польше, Чехословакии, Румынии, Австрии. Продолжал обеспечивать связь между небом и землей. Позже судьба привела его на оборонные предприятия. После переезда в Омск Барбашин работал на телевизионном заводе. Следил за качеством оборонной продукции. А после выхода на пенсию активно занимался общественной работой. Возглавлял совет ветеранов, встречался с молодежью, рассказывая о войне. Теперь, говорит Иван Кириллович, школьники сами приходят к нему в гости. Поздравляют с Днем Победы и слушают его истории. Каждый год навещают ветеранов и сотрудники администрации. Уверяют, такие встречи всегда вызывают особые чувства. Они всегда очень рады нас видеть. Они им полны сил. Сколько бы им ни было, 90, 95, 100, на юбилей 100-летний мы приезжаем поздравлять им. Они всегда отличаются тем жизнелюбием, которым хотелось бы еще пожелать всем нам, подрастающим поколениям. Нам бы хотелось, чтобы наши подростки, ребята, видели их, тех живых носителей истории, общались с ними как можно дольше и брали от них все самое-самое лучшее. До 9 мая гости постучатся в двери каждого ветерана, чтобы лично поблагодарить их за мужество и, конечно же, вручить подарки, среди которых самые ценные – внимание и забота. Анна Черных, Денис Лопарев, 12 канал. Продолжаем выпуск. Аграрии приступили к яровому севу. Работы идут с опережением прошлогодних сроков. Засеяно уже полторы тысячи гектаров. На эту уже дату в прошлом году было только 300. По севу однолетних трат приступили в Русскополянском, Нововаршавском и Сельпульском районах. А в Омском районе начали высаживать овощи. Тем временем фермеры получат 190 миллионов рублей на стартапы. Финансовая поддержка от федерального правительства в рамках нацпроекта по развитию агробизнеса рассчитана на три года. Первый транш – более 70 миллионов рублей – поступит уже в этом году. Деньги пойдут на субсидирование грантов по созданию и развитию крестьянско-фермерских хозяйств. Предусмотрено также возмещение затрат на приобретение сельхозтехники и спецоборудования. Средства направят и на обеспечение деятельности консультационных центров, которым за три года предстоит вовлечь в агробизнес не менее тысячи новичков. Следователи закончили проверку и возбудили уголовное дело по факту падения школьника на забор. Напомню, ЧП произошло 24 апреля. На улице Третьей транспортной подростки решили залезть на крышу склада, но их заметили сотрудники гимназии 88. Шестиклассник спрыгнул с постройки, не рассчитал расстояние и упал на металлический штырь. Прохожие вызвали спасателей и скорую. Ребенка госпитализировали и срочно прооперировали. Проверка по факту происшествия велась почти две недели. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Омской гимназии по статье «Халатность». Расследование продолжается. Сегодня в России отмечается День радио. Ровно 124 года назад изобретатель Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества сделал доклад о беспроводной передаче звука на расстоянии. С этого времени началось развитие радиосвязи. День радио отмечают связисты, журналисты и все, кто имеет отношение к радио, телевидению и интернету. В Омской области в этой сфере трудятся порядка 10 тысяч человек. Глава региона Александр Бурков и спикер Заксобрания Владимир Варнавский поздравили связистов. Цитирую. День радио объединяет всех, кто работает в СМИ и кто связал свою жизнь с электронной промышленностью. Благодаря вашему труду сокращается расстояние между людьми. Информация распространяется мгновенно, а наша жизнь становится динамичнее, интереснее и ярче. Говорится в поздравительной телеграмме. Между тем, в Омске почтили память Филиппа Комкова. Связист, военный летчик, герой Великой Отечественной войны. Родом был из небольшого сибирского поселения. В Омск переехал к старшей сестре. Здесь учился и работал на местном телеграфе. Из Омска ушел в армию. Позже окончил Московское летное училище. В начале войны принимал участие в обороне Одессы. Но в августе 1941-го его самолет подбили в районе города Николаева. Восстановившись после ранения, Филипп Комков становится лидером Николаевского подпольного движения. Организует типографию. Подпольщики печатали листовки, призывающие бороться с оккупантами. Поджигали фашистские склады с оружием и одеждой. И готовили вооруженное восстание против гитлеровцев. Вскоре Комкова схватили и доставили в Николаевское гестапо, где расстреляли. В честь Комкова названы улицы в Николаеве, Херсоне и Омске. На здании почтамта установлена мемориальная доска с барельефом героя. Ежегодно в канун Дня Победы работники почты и горожане возлагают сюда алые гвоздики. Мы должны помнить, мы гордимся событиями тех времен. Наша задача пронести историю, память об этом событии в своих сердцах, передать ее нашим детям, сохраняя связь поколений. Это действительно важно. И почему мы здесь вообще сегодня? Потому что нас действительно трогает эта тема, что Комков Филипп Антонович был связистом. И мы здесь, работая на почте России, рады и гордимся тем, что такие люди когда-то работали так же, как и мы в такой прекрасной сфере. Нападающий авангарда Илья Михеев продолжит карьеру в НХЛ. Воспитанник Омского хоккея заключил однолетний контракт с канадским Торонто Мэйпл Нивс. Эта команда 13-кратный обладатель Кубка Стэнли. Однако последние три сезона подряд листья вылетают в первом раунде плей-офф. Так что на лучшего бомбардира Ястребов руководство Заокеанского клуба возлагает большие надежды. Михеев один из самых быстро прогрессирующих игроков. В минувшем сезоне он провел 75 матчей, в которых набрал 56 очков по системе «Гол плюс пас». Ястреб поблагодарил команду, тренеров и болельщиков и пообещал стараться и работать для того, чтобы привезти Кубок Стэнли в Омск. Между тем, Омский клуб объявил о расставании еще с двумя игроками. «Авангард» покинут капитан Евгений Медведев и защитник Максим Березин. Первый в «Цветах авангарда» провел три сезона, за 200 игр забросил 24 шайбы. Где экс-капитан Омской команды продолжит карьеру, пока не сообщается. А Максим Березин сменит «Авангард» на «Екатеринбуржский автомобилист». Волчата из Большереченского зоопарка стали выходить из домика. На свет щенки появились больше двух недель назад. Молчица тайга принесла семерых детенышей. Все это время малыши прятались от посетителей. Сейчас же они немного окрепли и у них открылись глаза. Передвигаются пушистые хищники еще не уверенно, но с большим интересом исследуют вольер. Те маленьких карапузов, которые большую часть времени суток проводят дома, в своем домике, спят и играют. Мама пока что им изредка разрешает выходить на улицу. Но в их возрасте это еще и рано, поэтому прекрасно, что они много спят, значит набираются сил. Через несколько недель сотрудники «Зверинца» начнут искать для волчат новый дом. Скорее всего, их передадут в другие зоопарки и питомники. Впереди прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Согласно опросу россиян, достойная жизнь включает в себя собственное жилье, современную бытовую технику, личные автомобили и возможность путешествовать по миру. Апрельские исследования опубликовал финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Эти данные подтверждают и эксперты кредитных организаций. Банк «Восточный» поможет любому амичу воплотить в жизнь его мечту. Как? Подробности в нашем материале. В ближайшие пять лет амичи рассчитывают получать в среднем 66 тысяч рублей. Таковы исследования финансового университета при правительстве Российской Федерации. Но это в планах, а как жить сейчас? Квартира в собственности, личный транспорт, возможность повидать мир. Это основные ценности для жителей страны, согласно апрельскому опросу экспертов. Банк «Восточный» уже сейчас может помочь в приобретении жилья, машины или же заграничного турне. Собственный автомобиль, бытовая техника, путешествия. Частые запросы от наших клиентов, которые приходят в Банк «Восточный» за кредитом. Иногда они хотят не что-то одно из списка, а все сразу. Мы одобряем и такие желания. Скупой, как известно, платит дважды, поэтому в банке рекомендуют не экономить на своих желаниях. И для этого готовы предоставить необходимую сумму. В Банке «Восточный» можно оформить до 1 миллиона рублей наличными с процентной ставкой 9,9% годовых. Погашать такой кредит можно до 36 месяцев, что делает ежемесячный платеж комфортным для клиента. Соответствовать стандартам качественной жизни несложно. Главное здесь выбрать комфортные для себя условия в надежном и проверенном банке. Никита Смирнов, Сергей Гаёв, 12 канал. И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Севкова МБ». Выставка продажи теплицы в Омске. Парковка у Кит интерьера и континента. Телефон 505023. Сегодня, 7 мая, в Омске области переменная облачность. Температура воздуха в районах в дневные часы до плюс 26. В Омске днём термометры покажут плюс 27. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Овощи с прилавка? Это не годится. Выращивай и ешь из своей теплицы. Выставка продажа теплицы в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Доставка и хранение бесплатно. В апреле при покупке теплицы парник в подарок. Площадь у Кит интерьера и континента. Телефон 505023. На этом пока все новости. Все следующие выпуски смотрите в 14 часов. До встречи и хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова